Это лучшие воины России. Хладнокровные, безжалостные, закалённые самой жёсткой в мире системой подготовки. Они способны вынести такие боли и лишения, что иным не под силу. Когда Матушка России зовёт своих сыновей в бой, эти элитные войска готовы взяться за любую миссию. За ними останется лишь смерть и разрушение. Мы делаем оружием человека, остальное — инструменты. Оружие «Ведение» совершит путешествие в самое сердце советской боевой элиты, которая, пройдя сквозь кровь, пот и пули, завоевала прозвище «Русских фитбулей». Это российский спецназ. Время браться за оружие. Оружие «Ведение». Бой по команде Кремля — их главная работа. Имя им — спецназ. Спецназ — подразделение специального назначения. Спецназ — это и армейские подразделения, и разведывательно-диверсионные, и подразделения внутренних войск России. Их используют в разных целях. Пошли! Пошли! Бойцы спецназа обезвредили террористов, захвативших школу в Беслане. В годы войны в Афганистане и в кровавых сражениях в Чечне, эта мощная армия элитных подразделений усплала землю трупами врагов. Репутация спецназа такова. Это преданные режиму, безжалостные воины, способные поразить врагов Кремля, где бы они ни были. Сам спецназ в высший уровень, он может работать практически везде. Практически во всех отраслях, скажем так, войны. Вот это боец, который знает практически все. Их жестокость, их готовность умереть, выполняя миссию, делает спецназ страшным врагом. После распада Советского Союза в начале 90-х, молодая Российская Федерация стала мишенью террористических группировок. На военной арене появился спецназ. Он вступил в бой с новым опасным врагом. С окончания Холодной войны Россия признала необходимость в специальных антитеррористических подразделениях. Их часто задействовали против террористических акций и захватов заложников, случившихся в последние годы. Для подобных сверхопасных и сложных ситуаций, элитные подразделения России вооружены боевой техникой, отличающейся прочностью, надежностью и убойной мощью. Это наследство Советского Союза. Боец спецназа — это безжалостная боевая машина. Для дальнего боя у него имеется бесшумная, но смертоносная снайперская винтовка «Винторез». Если враг подойдет ближе, в бой пойдет легенда оружейного дела «Автомат Калашникова». Но даже оставшись без огнестрельного оружия, боец без труда встретит бой с оперной лопаткой. Лучшие традиции рукопашного боя и первоклассное огнестрельное оружие делают спецназ силой, которую боятся многие. Мы совершим путешествие во времени на несколько поколений назад, чтобы узнать историю происхождения подразделений специального назначения. Мы познакомимся с людьми, их оружием и славными подвигами бойцов, давших начало российской боевой элите. Вернемся в 80-е годы прошлого века. В случае перехода Холодной войны в горячую фазу, 30 тысяч бойцов, собранных в разведывательно-диверсионные подразделения специального назначения, должны были ввергнуть Запад в хаос. Эти люди должны были проникнуть в глубокий тыл, захватить наши штаб-квартиры, парализовать работу аэропортов, линии связи и так далее. Спецназ должен был поставить НАТО на колени. Мне кажется, в годы Холодной войны, когда никто ничего не знал о спецназе, западные службы разведки и военные считали их мифической силой. Оружиеведение. Часть 2. В 1936 году предшественники спецназа заложили традиции современных войск специального назначения в годы Гражданской войны в Испании. Бригады спецназа проводили военную подготовку среди солдат Новой Испанской Республики, чтобы бороться с фашистской армией генерала Франко. Они проводили разведывательные операции, засады и с гордостью заслужили все свои боевые награды. С началом Второй мировой войны небольшие мотострелковые бригады особого назначения проникали в немецкий тыл на Восточном фронте, учиняя хаос на вражеской территории. Они были предшественниками спецназа и играли важную роль в получении разведданных в тылу. Это были весьма эффективные силы в годы Второй мировой. Эти люди сражались в ужасных условиях, которые трудно вообразить. Тем не менее, им удавалось не только выжить, но и вернуться победителями. На залитых кровью полях Восточного фронта требовалось надежное и крепкое оружие. Советские оружейники дали его армии. Большинство моделей русского огнестрельного оружия тех лет отражает тот факт, что в Советскую армию сильным числом набирали далеко не самых образованных и компетентных бойцов. Времени на обучение не было. Поэтому и оружие разрабатывалось прочное и удобное для бойца. Первым значительным достижением был автомат ППШ, пласково именуемый Папаша. Это советский пистолет-пулемет Шпагина, или ППШ. В своей категории это отличное оружие. Все металлические детали, кроме ствола, производились штамповкой. ППШ был прост по конструкции и живуч. Ввиду наличия штампованных металлических деталей, такой автомат выдерживал значительные нагрузки. Весом около 5 килограммов, со скорострельностью 900 выстрелов в минуту, ППШ был оружием сокрушительной мощи близкого боя. Он не откажет вам, даже в 50-градусный мороз, и будет работать, побывав в грязи и глине, без какой-либо смазки. По завершении Второй мировой войны, советской армии потребовалось более точное, но не менее убойное оружие. Самый надежный из созданных орудий — новый автомат, который стал прообразом большинства созданных последующие 60 лет в Советском Союзе моделей огнестрельного оружия. Это самый знаменитый автомат в истории вооружения — автомат Калашникова. Автомат Калашникова — самая успешная в истории разработка. Этот автомат хорош тем, что никогда не подведет солдата. Он прост и эффективен в использовании. Нет другой штурмовой винтовки, которая оказала бы такое влияние на мировую историю, чем АК-47. Автомат Калашникова и спецназ. Вместе несокрушимая сила, смертоносный дуэт, основанный на абсолютном доверии друг к другу, пылу битвы. Автомат Калашникова — это ваша мать, жена, любовница и дитя. Нас учили жить с ним, спать с ним, есть с ним, то есть буквально срастись с ним. Сонни Кузикош знает об этом не понаслышке. Он прослужил в спецназе более трех лет. Даже во время изматывающих тренировок он научился во всем полагаться на верный автомат Калашникова. Все упражнения основаны на применении этого оружия. Опираешь автомат на магазин и отжимаешься от него. Вес тела целиком переносится на магазин, когда делаешь отжимания. Ни одно другое оружие такого бы не выдержало. Каждая часть автомата Калашникова использовалась в бою. Даже лямка. Лямку можно использовать для захвата головы противника. Используй его как щит, когда ты поражаешь цель. В руках спецназовца автомат превращался в косу смерти. Этот союз был заключен в аду, пока смерть не разлучала их. Многие погибали с этим автоматом в руках, не успев бросить его и взять другое оружие. Это могло бы спасти жизнь. Чаще всего так и случалось. Автомат Калашникова имеет простую конструкцию. А это значит, что нажимая на курок, вы каждый раз слышите выстрел. В автомате энергия газового двигателя существенно выше, поэтому стрелять можно даже с дулом, забитым грязью. Достаточно большие зазоры в подвижных деталях, и высокие скорости движения узлов делают его малочувствительным к загрязнениям. Сейчас я вам продемонстрирую. Кровь, грязь и земля – главные враги для внутренних механизмов любого оружия. Сможет ли автомат Калашникова стрелять с загрязненным дулом? Ходят толки, что автомат способен стрелять с полкило земли в стволе. Конечно, он не сможет стрелять с полкило глины, но он может производить огонь с загрязнениями песком, снегом, водой. Сейчас мы немного это продемонстрируем. Так. Проверим, будет ли он стрелять. Спецназ «Наконечник копья», имя которому – русская армия. И основа их мощи – автомат Калашникова. Это оружие массового производства стало начинателем целой серии штурмовых винтовок, столь почитаемых в спецвойсках России. Там, где трудно человеку, трудно и оружию. Этот автомат способен выдержать огромные перегрузки и продолжать работать. Я видел автоматы, которые пробыли в полевых условиях 3-4 месяца без чистки. Они были способны выдавать по 5-6 полных магазинов без остановки, пока деревянные части не начинали дымиться от нагрева. В наше время АК-47 считается базовым оружием. Но во времена его рождения этот автомат намного опережал время. Разработанный конструктором Михаилом Калашниковым, старшим сержантом танковых войск, в 1947 году этот автомат вскоре стал легендой. Калашников изучил немецкое оружие и на его основе сделал свою модель, которая была простым, но надежным автоматическим штурмовым оружием. Этой винтовкой оснастили не только советскую армию, но и многие легионы мятежников по всему миру. Идея новой штурмовой винтовки была простой и революционной, однако она совершила переворот на мировом поле битвы. Тремя годами ранее немецкий штурмгевер обрушил потоки свинца на союзничийские войска в годы Второй мировой. Этот автомат стал прообразом для автомата Калашникова и для М-16, да и для всех штурмовых винтовок в мире. Я считаю, что это было самое значительное изобретение в истории персонального оружия. Калашниковская версия штурмгевера соединяла в себе высокую скорострельность пистолетов-пулеметов типа ППШ с более точными патронами, какие применялись в винтовке Мосина. Результатом его работы стало гениальное оружие, которое даже спустя 60 лет является фаворитом русских спецвойск. Если бы я повстречался с Калашниковым, то обязательно поставил бы ему литр водки за тот надежный боевой механизм, который он создал. В степях Афганистана и в городских условиях Грозного спецназовцы всегда отдавали предпочтение верному АК-47. Грубо говоря, если автомат заряжен, при спуске курка он всегда даст очередь. При скорострельности в 600 выстрелов в минуту и дальности действительного огня в 300 метров АК-47 будет работать в любых условиях. Я слышал рассказ от бывшего Зеленого Берета. Его группа наткнулась на полуразложившийся труп, сквозь который проглядывал автомат Калашникова, лежащий под ним. Труп пролежал там недели, а может и месяцы. Когда они извлекли из-под него автомат и сделали очередь, автомат сработал безотказно. У АК-47 есть одно неудобство. Магазин заканчивается слишком быстро. Есть еще. Однако это не проблема для спецназовца, который всегда держит автомат дулом на врага, даже если закончились патроны. При всей надежности автомата Калашникова бывают ситуации, когда вместо выстрела слышишь пустой щелчок. Ты меняешь магазин и начинаешь снова. К сожалению, в реальных боевых условиях не всегда удается быстро перезарядить оружие. Тем более, если вы на открытом пространстве и враги наступают. На этом этапе ты захватываешь автомат локтем, удерживая дуло в направлении врага и достаешь второй ствол. Нацеливаешь его на врага и перекидываешь автомат на спину, продолжая стрельбу из второго ствола. Русское огнестрельное оружие известно своей живучестью. Оно сделано с расчетом на военные действия в странах третьего мира и способно выдержать любые погодные условия. Это оружие станет самым надежным и смертоносным. АК-47 стоит в центре оружейного древа спецназа. Созданная более 60 лет назад, эта штурмовая винтовка остается базой для конструирования оружия, состоящего на вооружении спецназа. Вернемся в 70-е. В разгар холодной войны советские конструкторы орудия следили за новейшими разработками по ту сторону железного занавеса, чтобы не отстать в гонке вооружений. Вскоре они оценили потенциал 556-го калибра, применяемого в американской винтовке М-16, первым оружием армии США во Вьетнаме. Русские изучили М-16 и патроны 556-го калибра. Затем они применили меньший калибр к новому автомату серии АК. Попадая в тело противника, эти небольшие пули начинали вращаться, чего не случалось с более крупным калибром, проходившим на вылет. Чтобы выиграть сражение, нужно порвать пулями плоть противника. Русские конструкторы соединили смертоносный потенциал 545-го калибра и разрушительную мощь автомата Калашникова. Следующим шагом стал АК-74. До него автоматы серии АК стреляли пулями 762-го калибра. Русские усовершенствовали АК-47 с пулями 762-го калибра, создав АК-74 для 545-го калибра. Эти автоматы стали основным оружием советской армии. Однако длина оружия не изменилась, что позволило конструкторам адаптировать ствол для нового калибра, не внося значительных изменений в конструкцию автомата. Новые патроны 545-го калибра вскоре получили прозвище «отравленная пуля». Несмотря на малый размер, они несли смерть. Рассмотрим подробнее. Первым номером автомата АК-47 с патронами 762-го калибра, бьющими на вылет. Огонь! Пуля ударила сюда и разбила блок. Затем АК-74 с пулями 545-го калибра, рвущими плоть. Огонь! Как видите, пуля вошла сюда и хотя ударила по внутренней стороне, она не прошла на вылет. Это существенная разница в поражении этого блока, да и любого объекта. Вторая пуля не причинила столь впечатляющих разрушений, но это указывает на ее высокую эффективность в боевых условиях. Тогда как пуля 762-го калибра просто прошла бы на вылет, 545-й калибр при столкновении переворачивается, замедляется и наносит больше увечий. 545-й калибр 545-й калибр создан для вывода врагов из строя, а не проделывание дыр. В 1979-м новый АК-47 прошел серьезные испытания боем в Афганистане, куда российский спецназ был направлен для подавления мятежников. Началась 10-летняя война, получившая на Западе название «Русского Вьетнама». Запад наблюдал, как советская армия перешла от устаревших методов введения боя к новой тактике в условиях современной войны. Бойцы спецназа, которые вели партизанскую войну в горах Афганистана, обрушили на врага всю мощь нового АК-74. Спецназовцы очень эффективно боролись против маджахедов. Афганцы с должным почтением относились к оружию и к спецназовцам. Оружиеведение, часть третья. С 1947 года автомат Калашникова претерпел значительные изменения, став еще более смертоносным. Спустя 60 лет на вооружении спецназа находится его новая модификация. Это одна из последних моделей АК-47, АК-47М. Это автомат со складывающимся прикладом. Этот образец оснащен лазерным прицелом и двумя стальными рожками с патронной обоймой, которая позволяет быстрее менять рожки. У этого оружия есть дополнительные возможности. Крепеж для установки подствольного гранатомета. Это подствольный гранатомет ГП-30 с 40-миллиметровыми снарядами. Дальность стрельбы 400 метров. Просто в использовании. Заряди гранату и жми пусковую кнопку. Это смертельное дополнение к автомату Калашникова. Сеяло массовые разрушения на вражеских линиях. Эта граната еще более опасная. Так называемая прыгающая граната. Она называется прыгающей, потому что после попадания в грунт у цели не взрывается, а подпрыгивает вверх на метр-полтора и взрывается в воздухе на уровне груди. Так ли хороши подствольные гранатометы в действии? Поверьте, хороши. Когда спецназовцу требуется повысить огневую мощь для высаживания дверей или уничтожения врага, он использует оружейную систему на базе АК-47 12-го калибра. Срочно в укрытие. Это глоткоствольные карабины Сайга. Перед нами охотничий карабин Сайга 12-го калибра. Это самозарядный карабин, стреляющий в тот же момент, что вы нажали на курок. Присмотритесь, и здесь имеется сходство с автоматом Калашникова. Стреляет и заряжается так же, как и АК-47. Ну, кроме того, что калибр другой. Если рассмотреть получше, ясно, что здесь нечему сбоить. Конструкция такая простая. Механизм позволяет выпустить тысячу патронов и не дать осечки. Стрелять из него просто удовольствие. Этому типу снесло бы башку. Разрушительная мощь краткоствольного ружья вкупе с русской инженерной мыслью. Снайперы спецназа знают, как сеять смерть на расстоянии. Найдите надежное укрытие, затаите дыхание и нежно спустите курок. Это острый глаз спецназа. Русские бойцы не только хорошие снайперы. Они создали первоклассное снайперское оружие, как им пользуются спецназ. Снайперские традиции существуют уже более 60 лет. Славу российской армии принесли одни из лучших в мире стрелков и отличное оружие. В 40-е годы прошлого века на вооружении русской армии была снайперская винтовка Мосина. Винтовка Мосина одна из первых винтовок запущенных в массовое производство. В годы Второй мировой войны их было выпущено 17 миллионов. Винтовка Мосина поступила на вооружение еще в 1891 году. А в 1932 стала снайперским оружием. Она никогда не давала осечек. Далеко била и верно служила русским. Для мира оружие это была настоящая революция, едва ли не менее важная, чем Октябрьская. В Сталинградской битве она разила противника на повал. Сейчас зарядим этот старый тяжелый сердечник в винтовку Мосина и посмотрим, что он сделает с той тыквой. Это был выстрел на поражение. Небольшое входное и большое выходное отверстие. Будь это вражеский солдат, ему конец. Но даже самый лучший ствол ничего не стоит без опытного стрелка. Советский снайпер Василий Зайцев, вооруженный верной винтовкой Мосина, в одиночку убил 240 фашистских солдат. Но матушки России послужили на славу не только мужчины. Одним из известнейших снайперов женщин была Людмила Павличенко. На ее счету более 300 поверженных врагов. Среди них и немецкие снайперы. Ее наградили золотой звездой героя. Она стала легендой. когда у меня пистолет в руках на близкое расстояние она говорит, что когда в ее руках пистолет лучше не подходить. Винтовка Мосина стала первой в плеяде оружия для снайперов. В 1963 году советские оружейники совершили очередной прорыв. На свет появилась первая в мире снайперская винтовка Драгунова. СВД состояла на вооружении русской армии всю вторую половину 20 века. Это снайперская самозарядная винтовка повышенной точности, способная поражать цель на расстоянии от 800 до 1000 метров. Легендарный автомат Калашникова оставил след и в конструкции этой винтовки. Основная часть механизмов заимствована из АК-47. Переключатель между полуавтоматическим режимом такой же, как и у автомата Калашникова. Рукоятка перезаряжения находится там же, да и магазин пристегивается таким же образом. Мы покажем, какую разрушительную мощь несет СВД на расстоянии в 250 метров. Давайте посмотрим. Теперь ясно, почему это оружие так любят спецназовцы. Очень хорошее оружие. В каком-то смысле Запад здесь всегда тянулся за российскими образцами. Причем учтите, что это оружие не ручной сборки, а заводского массового изготовления. Прямое попадание. Каждая бригада спецназа включала в себя снайпера с винтовкой Драгунова. Для такой работы требуется специальная подготовка. Один из главных моментов подготовки спецназовца психологический тренинг. Глядя в оптический прицел, снайпер видит этот кусочек мира, где он должен принять решение о том, сохранять этому человеку жизнь или нет. Правильное решение не всегда самое простое. В конце 80-х советские конструкторы разработали еще более смертоносную снайперскую винтовку. В то время спецназовцы обходились АК-74 с глушителями для бесшумного проникновения в тыл. Требовалось новое снайперское оружие. Винтовка специальная снайперская или ВСС вскоре оправдает свое прозвище Винторез, который она получила за высокую точность стрельбы. По той же причине она стала фаворитом у спецназа. Я бы отдал предпочтение Винторезу за точность и бесшумность. Пуля 9-го калибра покидает дуло на дозвуковой скорости и способна пробить сталь. Снижение шума достигается за счет рассеивания пороховых газов и пламя гасителя. Я могу послать пулю на 400 метров, сделать это точно и бесшумно и пробить любую броню. Снайперы спецназа главная сила в антитеррористических операциях. Их навыки были проверены как нельзя лучше в сентябре 2004 года, когда чеченские сепаратисты захватили 1200 заложников в бесланской школе. Загнав заложников в спортзал, они не щадили никого. Эти люди вели себя как животные. Те, кто находились в зале, ничего подобного не видели. В основном это были женщины и дети. Один мужчина попытался успокоить волнующихся людей. И тогда они снесли ему голову из автомата. А заложникам сказали, пусть это будет вам уроком. Террористы заминировали спортзал, ожидая штурм со стороны спецназа. Осада зашла в опасный тупик. На протяжении двух дней школьный спортивный зал был кромешным адом. Террористы застрелили многих заложников постарше. Пока велись переговоры за жизнь оставшихся людей, спецназовцы готовили нападение. Штурм был неизбежен. Русские вытянули из террористов разрешение подогнать к воротам грузовик и вывести тела погибших. в час 05, когда погрузили первое тело, раздался взрыв. Взрыв был сигналом к началу штурма. У террористов было время на то, чтобы укрепить зал. У них были установлены двухлентовые пулеметы, ловушки, мины. Как только спецназовцы оказались внутри, началось их жестокое истребление. Все три командира взводов спецназа пополнили списки погибших уже вскоре после начала штурма. Под прикрытием огня спецназовских снайперов некоторые заложники пытались бежать в самый разгар штурма. Они сразу начали обстреливать окна, чтобы убрать от них террористов и дать заложникам шанс пересечь двор. В ходе кровопролитной битвы был заснят побег одного из заложников. Семилетняя Аида Седокова поставила снайпера перед непростым решением. Они думали, что девочка погибла, но она зашевелилась и встала у стены. российские снайперы понимали, что если она двинется, то ее убьют. Один молодой снайпер просил командование дать разрешение на то, чтобы подстрелить девочку в ногу, в надежде, что упав, она останется жива. Он понимал, что пуля, посланная через весь двор, разобьет ей ногу, но это единственный способ ее спасти. Но в замешательстве момент был упущен. Как и многие приказы командования в Беслане, это разрешение пришло слишком поздно. Девочка в последний раз оглянулась вокруг, и ее израненное сознание толкнуло ее к пленникам, которые все еще находились в здании. Через окно она забралась обратно в зал. Через минуту все здание обрушилось, и спортзал объяли языки пламени. Аида чудом уцелела в огне. Всего удалось спасти 850 заложников. Но 334 человека, включая 186 детей, погибли. В такой ситуации трудно говорить о победе. заложникам всегда грозит гибель. Спецназовцы могут лишь спасти как можно больше из них. К несчастью, спасти всех невозможно. Российский спецназ твердый как сталь, закаленный в тяжелых тренировках. каково их самое совершенное оружие? Это сам боец. Этих стальных людей выковывает самая суровая в мире система подготовки. Каждый боец проходит жестокую систему отбора, которую в США признали бы просто бесчеловечной. В процессе подготовки они теряют много курсантов из-за чрезмерных перегрузок. После подготовки, специальной подготовки, любой спецназовец, любой боец, в принципе, может для него безразлично есть у него оружие или нет. То есть он как бы сам является оружием. В основе программы физическая подготовка и испытание болью. Бойцы спецназа способны вынести больше мучений и боли, чем способен обрушить на них противник. Суровость условий подготовки не поддается разумному объяснению. Вы должны уметь переносить любую боль. Такое ценное качество спецназа приобретает на тренировках, где нет ни наколенников, ни загубников. Каждый курсант проходит семь кругов ада. Программа подготовки должна сломать его, чтобы морально подготовить к ужасам войны. Многие люди считают, что в момент опасности их навыки вспомнятся сами собой. На самом деле это не так. В спонтанном бою человек опускается на самый базовый уровень подготовки. И если ты не достиг предела своих возможностей при подготовке, тебе грозит гибель. Если тебя не научили, что ты должен выжить любой ценой, и ты думаешь, что будешь принимать решения, исходя из усвоенных знаний, то в бою времени на это не будет. Человек подвергается физической и духовной пытке. В процессе подготовки были такие моменты, когда тебя выводили вроде как для допроса. Тебя оставили перед строем санитаров. Раздевали догола и испытывали твой моральный дух до тех пор, пока многие не ломались или не начинали драку. В ходе тренировок курсанты приобретали способность сохранять равновесие, здравый ум и принимать рациональные решения, вместо того, чтобы давать выход чувству гнева и страха. Оружиеведение Часть 4 Краеугольным камнем подготовительной программы спецназа являются навыки рукопашного боя. Здесь оружием служит верная саперка. Что можно ее делать? Только копать. С другой стороны, здесь очень много функций у этой лопаты. Ей можно просто использовать как нож. Ее можно использовать как метательное оружие. Кроме того, данная лопата имеет рычаги. Этими рычагами можно управлять противником, использовать его в качестве щита для защиты от ножа или от пули. И учитывая толщину стали, в принципе, если дать касательную, то можно и увести, так сказать, пулю от прямого попадания. Саперная лопатка имеет больший вес, нежели нож, и метать ее удобнее. При попадании она наносит серьезные увечья. И естественно, прицел идет на жизненно важные зоны. Как видите, эти лопатки прочно вошли в доску, а дерево это твердое. Судя по тому, как глубоко они вошли, можно сделать вывод, что при попадании в тело они легко разрубят плоть и даже кость. Но даже если боец лишится саперки, он сможет одолеть врага в рукопашном бое. Нужно отдавать отчет, что рукопашный бой всегда грязный. стремительный и нелицеприятный. Ты должен применить противнику самые грубые и низкие приемы, иначе погибнешь. Курс подготовки рукопашного боя имеет три ступени.